На встрече с президентом я вручил ему целый пакет документов, связанных с неправовыми решениями судей по попытке рейдерского захвата совхоза имени Ленина, по нападкам на все народные коллективы предприятий, будь то Звениговская мэриэл, Усолье-Сибирско-Виркутской области или целый ряд предприятий, которые у нас базируются на Северном Кавказе. Президент дал необходимые поручения, в том числе и прокуратуре, сейчас будет выступать и отчитываться генеральный прокурор о соблюдении законности в стране. Я надеюсь, что в этом выступлении прозвучат вполне внятные ответы на эти вопросы. Вместе с тем прошло уже более двух недель и 11 ноября суд принимает решение, по сути дела, передачи пакета акций, контрольного пакета, который принадлежит коллективу совхоза имени Ленина, в руки рота Агры и Полихатовской шайки, которая ведет атаку на это хозяйство уже на протяжении двух лет. Мы сегодня официально выступим с трибуны Государственной Думы, продолжим ту тему, которую я поднимал на пол на прошлом заседании, в надежде, что и президент, и его администрация должным образом откликнутся на наше официальное представление. Я попросил изложить эту тему своего юриста Филатову, которая долго занималась проблемами рейдерского захвата совхоза имени Ленина. В коммунистическую партию обратился коллектив совхоза имени Ленина, обратился за помощью. Мы получили обращение, которое подписали абсолютно все работники этого предприятия. С февраля 2018 года в отношении ЗАО совхоза имени Ленина, его генерального директора и ближайшего окружения возбуждено более 900 судебных дел. Независимо от местонахождения ответчика, все суды, абсолютно все рассматриваются в Бидновском суде и в арбитражном суде Московской области. С 1 февраля за этот период состоялось более 1100 судебных заседаний. Рабочих дней 900. То есть за последние практически 4 года почти каждый рабочий день проходит как минимум одно судебное заседание. На прошлой неделе, как сказал Геннадий Андреевич, 11 ноября в арбитражном суде Московской области было вынесено очередное знаковое решение. Судья совершенно безвозмездно передал Саблинско-Полихатовской группе Рота Агра полный контроль над предприятием. Но не только суды. Вся система госорганов мобилизована и выполняет одну и ту же задачу. Служба судебных приставов бьет все рекорды, выходит за все допустимые границы. Их самым выдающимся достижением можно считать оценку акций совхоза в 8 раз ниже рыночной стоимости. Судебный пристав исполнитель подобрал фирму оценщика, которая зарегистрирована в Красноярске. Отчет выполнен в Краснодаре и никем не был подписан. В ходе обжалования этого документа фирму исполнителя найти так и не удалось. Ни повестками, ни по телефону. За этот период наложены аресты на акции и земельные участки совершенно посторонних людей, которые никакого отношения к спорам с участием хозяйства не имеют. Наложены запреты на проведение общих собраний акционеров. Заблокировано строительство дорог. И даже детский дом культуры рейдеры не оставили в покое. Только за прошлый год подано более 30 судебных исков к друзьям, коллегам и родственникам Грудинина. В случае проигрыша все эти люди вынуждены будут оплатить гигантские денежные суммы. А некоторые из них даже лишатся единственного жилья. Людей преследуют по всему миру. Они получают звонки, сообщения и записки с просьбой обдумать продажу своих долей. Преследование такого масштаба новейшая история России еще не знала. Я бы попросил Марию Дробот, которая занимается образованием и здравоохранением, прокомментировать тоже эту ситуацию. Мы в совхозе Ленина построили лучшую в Европе школу, лучшие сады, которые доступны всем детям, которые проживают в данном поселке. Пожалуйста. Сегодня каждый здравомыслящий человек понимает, что будущее страны – это дети. И каким будет будущее поколение, насколько будет здоровым и образованным, настолько будет прогрессивно развиваться наше государство. Совхоз имени Ленина под руководством Павла Николаевича Грудинина в своей работе руководствуется простым принципом, очень доступным и понятным. Все лучшее – дети. Он построил лучшие детские сады. Вы только посмотрите на эти счастливые лица, ребятишек. Он построил лучшую школу с техническими классами, где заложены принципы лучшей советской и русской школы, где у педагоги понимают, что кроме образования нужно еще и воспитать человека, достойного гражданина. И это очень важно для будущего нашей страны. Но более года назад рейдеры захватили дворец культуры, где более 15 кружков бесплатно занимались ребятишки от вокала до хореографии. Сейчас Павел Николаевич, конечно, нашел решение этому вопросу, но это бессовестно по отношению к нашим детям. Мы понимаем, что без борьбы и дальнейшего отстаивания интересов совхоза и Павла Николаевича Грудинина никуда нельзя деться. Фракция КПРФ будет продолжать эту борьбу. И мы обращаемся ко всем сообществам, педагогическим, учительским и родительским, поддержать нас и отстаивать интересы наших детей и совхоза имени Ленина. Камнюк Юрьевна заваляет юридическую группу, которая расследует все факты грубо нарушений и преследования наших активистов. Пожалуйста. В этом году отмечается особо ожесточенное отношение правоохранительных органов, судебной системы к нашим активистам, к нашим сторонникам, членам нашей партии. Все началось в феврале месяце, когда мы готовились отметить и отмечали очередную годовщину создания Красной Армии, возлагали цветы к монументам тем людям, которые создавали оборонную способность нашей страны, защищали ее суверенитет. И за это наши активисты были наказаны. Приведу только один пример. У нас, например, в Пензе депутата Пензской городской думы осудили на 7 суток ареста только за то, что он в своих социальных сетях написал о том, что он будет возлагать цветы. Только за это сообщение другой депутат получил 20 суток ареста. И так по всей стране. После выборов эта машина репрессий продолжилась. До этого также несправедливо совершенно осудили Николая Николаевича Платошкина, нашего сторонника, вы тоже об этом знаете. После выборов наши депутаты Московской городской думы, Государственной думы провели встречу со своими избирателями. В общем-то, добросовестно исполнили свой депутатский долг. За это они тоже были наказаны. Так, например, Зубрилин и Янгалчеву получили штрафы. Янгалчеву вообще получил штраф более 600 тысяч рублей. В Хабаровском крае первый секретарь наш Петр Перевезенцев собрал пресс-конференцию. Правоохранители посчитали, что это митинг, оштрафовали его на 75 тысяч рублей. Комсомольцы возложили цветы памятнику комсомолу в день комсомола. Их задержали и продержали 30 часов в этой кутузке. Наши товарищи 7 ноября также возлагали цветы к монументам, и сейчас их точно так же таскают по судам. При этом правоохранительные органы проявляют удивительную толерантность к тем, кто фальсифицировал выборы, кто подделал результаты во время голосования. Так, например, в Брянске у нас есть видеозапись, когда члены избирательной комиссии вбрасывают бюллетени в ящик для голосования. Уже два месяца прошло со дня выборов, но уголовное дело так до сих пор и не возбуждено. Элла Александровна Панфилова, председатель ЦИК, обещала, что не будет голосования на пеньках, и эта процедура сегодня вне закона. Вместе с тем в Оренбургской области это проходило повсеместно, но нет соответствующей реакции правоохранительных органов. Тысячи заявлений от наших наблюдателей были на этих выборах, но должной реакции нет. Мы полагаем, что прокуратура обязана обратить внимание и наказать тех, кто фальсифицирует выборы, кто вбрасывает бюллетени, и встать на сторону, защитить и восстановить справедливость в отношении тех, кто должным образом исполняет свой депутатский долг, кто чтит память героев и уважает историю своей великой страны. Спасибо. Юрий Вячеславович Афонин, нас возглавляет Организационную службу, как первый заместитель и координирует работу всех левопатриотических сил. Пожалуйста. Уважаемые товарищи, соблюдение законности защита прав человека и гражданина является ключевыми функциями Генеральной прокуратуры, судебной системы, всех правоохранительных органов страны. К сожалению, мы отмечаем, что на протяжении последнего времени должной реакции со стороны правоохранительной системы на целый ряд грубых нарушений закона мы не получаем. Действительно, на протяжении уже нескольких лет идет рейдерская атака, беззастенчивая атака на совхоз имени Ленина. Но совхоз имени Ленина – это не только выдающиеся народные предприятия, которые показывают прекрасные примеры хозяйственные. Это и конкретные люди, проживающие в этом поселке. Это представители трудового коллектива, которым не дают нормально работать, у которого захватывают здания Дома культуры. Те подписи, которые сегодня будут переданы Генеральному прокурору, это подписи конкретных людей. За каждой подписью стоят семьи, стоит судьба молодого поколения. Поэтому защита интересов этих людей является ключевым. Мы видим, что идут рейдерские атаки не только на совхоз имени Ленина. Идет давление на известное народное предприятие «Звениговская», на известное народное предприятие «Усоль-Сибирская». Создается такое впечатление, что кто-то заинтересован в разрушении самых передовых форм хозяйственных. Кто-то заинтересован в разрушении системы здравоохранения, социальной сферы, дошкольного образования. В связи с этим широкий фронт левопатриотических сил сделает все возможное, чтобы защитить предприятия. Хотелось бы сказать, что десятки, сотни тысяч граждан по всей страны готовы встать в защиту народных предприятий, готовы отстаивать права и свободы граждан, готовы защищать своих товарищей, как в судах, так и на улицах. Все те меры, которые позволяют через Конституцию Российской Федерации отстаивать и права, и свободы граждан, мы обязательно задействуем. Но ждем сегодня и от генерального прокурора, и от системы власти страны четкого конкретного ответа, и требуем прекратить давление на народные предприятия, оставить совхоз имени Ленина в покое, дать спокойно гражданам работать и создавать будущее для своих детей. Спасибо. Сегодня руководитель нашего комитета против политических репрессий, Синельщиков, официально представит нашу позицию в Государственной Думе и одновременно выручит генеральному прокурору целый пакет документов. Аналогичный пакет я вручил президенту. Он на встрече со мной официально заявил, что будет наведен элементарный порядок, и он, как гарант Конституции, все сделает, чтобы законность вторжествовала. Причем официально заявил, что не позволит разрушить ни народные предприятия, ни совхоз имени Ленина, не преследовать тех, кто честно и достойно победил на выборах. Но я хочу обратиться к администрации президента одновременно. Надо контролировать, как выполняется поручение главы государства. Когда на белорусской границе рядом с поляками организована пятая колонна провокации, когда натовцы и Европейский Союз пытаются все сделать для того, чтобы обострить обстановку, в том числе и в Черном море, когда нацисты-бандеровцы продолжают обстреливать Донбасс, мы должны максимально сплотить общество. На этом фоне пятая колонна, эти недобитки, эти агресские ельцинской эпохи сегодня пошли в атаку на всех телерадиоканалах, в целом в общественности. И то, что связано с пиар-кодами, на мой взгляд, это откровенная провокация. Она нарушает шесть статей Конституции. Это хуже пенсионной реформы по своим последствиям. Поэтому мы вчера официально обратились непосредственно к руководству Думы и потребовали разослать эти материалы всем субъектам Российской Федерации. Мы обязаны внимательно обсудить все эти проблемы. Я считаю, что назрела очередная встреча президента с руководителем фракции, где мы должны обсудить сложивую ситуацию и все сделать, чтобы обеспечить уверенное и устойчивое развитие нашего общества. По крайней мере, та программа, которую предлагал Кашин и вся наша команда по устойчивому развитию села и обеспечению продовольствием, которое поддержано Госсоветом президентом, полностью перечеркнуто с Уланом и его командой. Они не хотят выполнять эти решения. А цены на продовольствие, на картошку, капусту и на 80% выросли. И стаб товаров, которые государство должно контролировать, практически только по двум не росли цены. По сути дела, доходы граждан сокращаются, а людей душит ценовой беспредел и полицейщина. Мы не можем допустить, чтобы общество сорвалось с конфронтацией. Мы все должны сделать на фоне тех санкций и тех вызовов, которые обрушились в нашу страну, максимально сплотить государственно-патриотические силы. Мы готовы для этого и надеемся, что прокуратура тоже будет максимально служить реализации этой главнейшей задачи, которая существует в любой стране. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова